мы сообщаем вашим подписчикам что вы оливли на траву кепка здравствуйте люди на что не обычное место я на траве лежу если что сначала я думаю просто послушать музыку а потом я подумала о том что ёпсель ну раз уж так сложились обстоятельства то почему бы не провести прямой эфир тем более на траве сто лет не лежала поэтому мы сегодня с вами пообщаемся в рамочках вопросики ответики прямо на травке отскажите мне вопрос номер один когда вы лежали на траве последний раз а на кубани холд а в киеве наконец-то началось лето видите я практически раздета как у макса барских в песне вот и даже не холодно лежать правда я лежу на каремате но тем не менее я приехал с ребенком просто и казалось что я забыла что у нее еще один индива я поняла что у меня впереди 40 минут которые мне нужно как-то провести а машине не хочется проводить потому что тепло а ходить я уже не могу потому что я уже устал за этот день бегать поэтому решила что можем сделать с вами так поэтому я замечу не рулю ничем не отвлекаясь можем с вами поболтать про то просим про жизнь молодую вот виталиночка привет смотри приходи котик смотри как я лежу тут хорошо мне рядом место возле школы вот я нигде никогда не потеряюсь это точно знаю только что скушала вкусное печенька еще вот перед этим вкусную конфетку как-то меня на сладенькое тянет хорошо что не на солененькое да да вот так я лоханулась сегодня с детьми расскажите кто вы я сегодня на востоке подписал он знаете такой вопрос расскажите кто вы я всегда теряюсь как как рассказывать о себе вы возьмите меня там в директе вы подписались книжку получили там в книжке из целом а история там там дается вам еще вторая книжка где еще из моя история вот большая вообще я человек если так коротко и кратко девочка вот пока еще была которая помогает людям с помощью изменения своего мышления менять свою реальность и объясняю каким образом это связано каким образом то как мы мыслим то как мы думаем то как мы чувствуем то как мы воспринимаем этот мир отражается на нашей физической реальности которую мы видим почему у нас есть какие-то проблемы и каким образом их решить абсолютно все и финансовые и здоровье и там какого-то другого рода где занимаетесь тренировками добрый день в зале в зале на самом деле вопрос где для меня всегда не очень актуален у меня актуален с кем вот мой тренер переходит в разные залы ведет функциональные тренировки я очень люблю людей которые мне подходят у меня вообще люди все маркируются на две группы мои люди и не мои люди вот как бы если мой человек вот например девочка которая делает мне ногти я делаю у нее ногти с 19 лет с 19 а мне на секундочку будет скоро 38 вот практически уже 19 лет и для меня вот этот момент очень важен поэтому просто нужно найти своего тренера и все ох кто она узнаете больше никогда не забудете ищу много всего делаю но пока не достигла желаемого на что обратить внимание прийти на рерайтер жизни как вот вы задав такой вопрос вы просто как минимум после раритера рерайтера поймете почему я на такой вопрос вам не могу ответить я же не знаю что вы ищете где вы ищете это знаете как человек приходит диетологу и говорит вот вы знаете я типа так ограничиваю себя в питании но не худею ну что мне делать да то есть нужно провести ревизию только я люблю не сама проводить людям ревизию а я объясняю как вы можете сами себе провести ревизию потому что когда мы кого-то но это вот как с гардеробом можно все время приглашать стилиста это методика это неплохо но можно один раз самому разобраться с тем что для тебя классно что тебе нравится и в принципе только корректироваться с услугами сказать правильно консультациями стилиста а в остальном решать этот вопрос самостоятельно и круто подбирать свой гардероб вот то же самое с мыслями если вы однажды поймете принцип вот управления построения того как ваша реальность создается вы будете сами понимать потом когда у вас где-то что-то не так в чем причина вы сможете ее вскрывать периодически вы можете о чем-то забывать там вам надо вдохновиться еще раз вспомнить что это круто работает вот для этого я нужна а во всем остальном люди сами себя вскрывают гораздо лучше чем кто-то другой я была когда-то на проекте телевизионном и там был психолог который как посмотрел значит там со мной какие-то отрывки которые ему показали и поэтому отрывкам значит рассказал мне о том что как я неправильно воспитываю своих детей и так далее так далее вы понимаете по отрывкам и вопросам 2 из одного предложения очень сложно дать вам план жизни я не готова брать на себя такую ответственность так здравствуйте скажите пожалуйста когда у вас появится ближайший ретрит и проводите ли вы его сами я вообще никогда не проводила никаких ретритов и он у меня не собирается появляться с чего откуда такой вопрос я не не делаю на какие вопросы вы ищете ответы на глобальные не на какие я в общем-то дала себе объяснение всего того что меня интересовало на какие-то такие просто на то что подумать интересно ну например вчера я обсуждала вопрос того почему когда мы ведем себя с людьми так как бы мы хотели чтобы они себя вели с нами считая что людям не хватает понимания поддержки такой знаете безусловной почему люди и на это тоже находят какие-то ну на эти вещи тоже находят какую-то свою агрессию вот мне интересно ну знаете например вы общаетесь там со своим мужем и ваш муж говорит вам ты там уделяешь немало внимания там ты там ну короче какие-то тебе кидают предъявы и ты так анализируешь и понимаешь что он прав это реально там не уделяешь ему внимания ну реально короче он прав и ты думаешь божик на какая свинья мне такой классный муж ты начинаешь с ним вести себя по-другому и у вас так все классно начинается и ты думаешь господи ну как хорошо какая умница вот это же надо было чего я так долго это не понимала а потом раз проходит какой-то промежуток времени а он опять находит какую-то ну начинает чем-то быть там ну недоволен или там типа всем доволен но все равно ведет себя странно и ты говоришь что случилось ты пытаешься дальше решить думаешь нет я уже не буду типа хлопать дверью я буду дальше решать ты гришь а почему чем я тебе могу помочь у тебя проблемы на работе у тебя там то у тебя животик давай я все сделаю что тебе сделать а он говорит но я не знаю что мне сделать вот и вот так мы люди себя очень часто ведем вот этот вопрос меня интересует то есть и не могу для себя найти логического понимания того как как выстраиваются вообще отношения у людей между людьми вот не понимаю этого а бывают следующие случаи которых тоже много наблюдаю и у меня такое когда все это это проходишь какие-то все такие штуки и дальше очень сложно что-то вытворить чтобы твои отношения например испортились вот это прикольно но в общем такое знаете вот такие вещи меня всякие интересуют она глобальная и к счастью нашла типа там кто я зачем я зачем мы живем как мы умираем все это я для себя нашла ответы вот еще могу иногда искать вопрос где найти например там ремень louis vuitton нужного размера или покупать или не покупать сумку шанель такое и вот с глобальными к счастью мне сильно проще повезло неправильно неправильное слово написала не ретрит а рерайтер а я думала вы про ретрит рерайтер следующий будет первого числа 1 июля 1 июля проводите ли вы его сами я его провожу сама я провожу рерайтер сама он ставит себя в позицию жертва но если он ставится в позицию жертва значит вам необходимо в любом случае когда есть вот я не знаю про кому сейчас говорим но в любом случае когда мы находимся в отношении где кто-то себя ставит в позицию единственный способ с этим разобраться это выйти из этого треугольника или какого-то другого какой-то другой геометрической фигуры то есть единственный способ это разорвать это выйти оттуда выйти вот сказать я не хочу в этом участвовать я беру ответственность выйти это значит принять ответственность за свою жизнь и позволить себе разбираться со своей собственной жизнью а не решать чужие проблемы а другим людям сделать то же самое это так всегда блин не просто я вот всегда знаете из категории уток знаете какие утки я большая утка и за мной сюда много утят я вот это мать поводырь я причем сама всех превращаю в утят я тоже это замечаю вот я всегда решаю всем все проблемы знаю как всех спасти вот такая утка у меня такая жизненная роль утки вот поэтому я ее выбрала как миссию это утка мне больше нравится потому что вы такая миссионная а вот в межличностных отношениях это сложно когда ты утка это тупо сложно потому что это типа утка потому что тебе нравится но ты утка и и получается что только с утятами сложно когда говорила мужу что обнимая мне внимание уделяет нашла ответ себе не в нем безусловно конечно но вот понимаете не не всегда до конца все работает я что же как вы понимаете не только на травке лежу вот я люблю очень раскапывать человеческие отношения это тот ответ на вопрос почему я занимаюсь тем чем я занимаюсь откуда во мне глубокие познания психологии не из учебников а именно из-за интереса именно из-за того что всегда изучаю людей я знаю что люди чувствуют на самом деле знаю их искренние переживания я просто не всегда знаю что мне в этом случае делать рядом с этими людьми и у меня есть плохое качество для меня плохое я не очень умею плевать на людей забивать на них знаете вычеркивать их из жизни а надо бы надо бы этому научиться это вот это моя слабая сторона в жизни всегда тащу долго знаете так вот ксения такое дело сравнение как жвачка знаете которая прилипла ты это типа пытаешься отлипнуть она знаете так сразу не отпадает куском она такая мягкая короче и и кусками такими полосочками резет вот она уже там стала год тебя на это и пытаешься с пальцев чистить там со штанов она нет не уходит не уходит тоже думаю в первую очередь надо думать о себе ребенке первую очередь вообще нужно думать о себе я всегда привожу этот пример как в самолете сначала наденьте маску себе пока вы себя не спасете как бы бесполезно с другими разбираться это вот это самое тоже сложная проблема строить например с кем-то отношения почему потому что для того чтобы отношения нормальные построились нужны две зрелые личности зрелые личности это не возраст эта история про понимание того кто я как минимум в этих отношениях это важно понимать вот когда вы в отношениях понимаете роли не важно вот все остальное не важно кто зарабатывает кто тратит кто старше кто младше кто хуже кто лучше вот важно понимать кто вы в этих отношениях свою роль и принимать ее мне нравится например там я девочка содержанка мне это нравится да мой мужик неважно старше младше умнее глупее мы я знаю кто я знаю кто он и я в этих отношениях нахожусь а вот когда вступают две незрелые личности они не знают каких они отношениях они не знают кто они они пытаются друг друга менять вот тогда вот этот весь капец и наступает и незрелость это может быть и в 50 и в 70 и в 100 что это такое выйти в прямой не надо прямой эфир так как быть когда зарабатываешь несколько раз больше мужа помню что у вас была такая ситуация у меня была не такая ситуация у меня было такое ощущение то есть я с мужем всегда в партнерском бизнесе но я тянула одеяло на себя и считала что это я все зарабатываю а не он вот что было моё познание партнерском бизнесе а того что я зарабатывала больше мужа не было это это было только мое восприятие реальность если у вас отдельная бизнес или работа что делать первое спросить себя устраивает ли вас это ну то есть вас это вообще устраивает вас это саму парит или нет если парит то почему вас это парит вот это найти этот ответ на вопрос если вас это не вообще никак не парит поговорить со своим мужем устраивает ли это его вот понимаете факт того что происходит не важен в жизни важна только оценка то как мы это для себя воспринимаем, хорошо или плохо, нам это подходит или нет. Вот нет такого, например, ходить, помните, как раньше говорили, в таком-то возрасте неприлично уже носить короткую юбку. Мне сорокурник там будет, смотрите, как я хожу, видите. Я так хожу. История про то, правильно это или неправильно, какая разница. Я понимаю, что есть дресс-код, например, куда-то, какие-то правила на работе, когда ты в каких-то там официальных службах работаешь. Но в жизни это не имеет значения, это определяю я, могу я так ходить или нет. Вот во всём так, важна наша оценка, наша оценка определяет хорошо, это плохо, правильно, неправильно, как нам с этим живётся. Там мужчина старше женщины на сорок лет, ну какая разница, ну что такое, вот они разойдутся, они сойдутся, да кому какое дело, как они трахаются, ну кому какое дело, как они трахаются. Или там, он Альфонс, он живёт за её счёт. Вопрос, устраивает ли это обоих. Мы же не знаем, какие где есть отношения. Поэтому вот тут надо разбираться. Парит, потому что он не приносит в дом деньги, ну значит, вам нужен другой мужчина. Значит, вам нужен другой мужчина. Если вы понимаете, что вас этот мужчина не устраивает, значит, вы говорите, дорогой, прости, ты мне не подходишь. Я хочу. И определяйте, какого мужчину вы хотите с собой видеть. Вы не переделываете этого, вы просто ему говорите, милый, ну прости, меня это не устраивает. Давай так. Вот у тебя есть там два месяца, и по-другому я не готова с тобой жить. Я не хочу. Ты для меня слабак. Я тебя не уважаю. Я тебя не люблю. Ты меня бесишь. Всё. Либо вы ему это всё наговорите, а потом поймёте, что вы дура, потому что на самом деле вас, оказывается, устраивает. У женщин и у мужчин так тоже часто бывает. Когда мы наговорим чего-то друг к дружке, а потом понимаем, что, ёпсель, а на самом-то деле меня всё устраивало, на самом-то деле он для меня самый хороший и лучший. Я его всю жизнь пыталась переделывать, а люблю-то именно такие. Вы подумайте о том, как он поменяется, когда он станет много зарабатывать. Он же тоже изменится. Он больше таким не будет. И, возможно, вы ему вот это тоже не будете уже нравиться. Он вас тоже не будет любить. Вы должны понимать, что мы меняемся через действия. И мы меняемся настолько, что мы потом можем больше не совпасть. Это не обязательно, что если он теперь будет много зарабатывать, например, то теперь вы ему начнёте нравиться. Вы теперь, он будет себя чувствовать уверенней, он будет чувствовать себя по-другому. И, скорее всего, тоже ваши отношения очень много… Скорее всего, тоже. много шансов, что вы разойдётесь. То есть, если вы вместе хотите быть, то вы, наверное, вместе и найдёте решение, а если нет, то как бы ситуация ни складывалась, она может привести к одному и тому же. Вы думаете так? Потому что многие женщины говорят такие вещи только чтобы поговорить. То есть, просто чтобы это такое, знаете, такая специя обсудить. Какой он гад. Я такая молодец. Я такой, ну, всё, тогда разводитесь, расходитесь. Всё. Всё. Если он не отпускает, я хочу от него уйти. Но если вы зарабатываете деньги, сильная властная женщина, уж поверьте, он вас не может не отпустить. Если у вас есть такое решение, вы точно это сделаете. В противном случае вы просто ищите какие-то отмазки. Я хочу уйти от него, не хочет говорить, а вам не надо говорить. Просто возьмите и уйдите. Уйдите в другую квартиру. Уйдите. Решите это. Когда вы хотите что-то сделать, кому вы рассказываете? Вы просто делаете это и всё. Вы находите решение. А когда вам просто нравится в этом жить и как бы вот он меня так любит, он меня не отпускает. Но многим женщинам нужно именно это. Чувствовать, что её не отпускают. Чувствовать, что вы признаетесь себе, приходите на рерайтер, разберите, что вы хотите. Вы понимаете, мы же всё время себе врём. Если бы мы себе говорили правду, мы же всё время себе врём. Пока правду себе не скажете, что хотите на самом деле. Хотите уйти – берите и уходите. Собирайте чемодан и сегодня уходите. А, не хочу. Он останется в моей квартире. Но это всё такие штуки. Это всё решается. Если хотите – делайте. А если хотите об этом поговорить, тогда понимайте, что вы хотите об этом поговорить. Вам просто это нравится. Я знаю женщин, которые годами это обсуждают и так живут замечательно. Как зарабатывать больше, если живёшь в деревне? А какая разница, где вы живёте? У вас есть интернет? Я зарабатываю через интернет по всему миру. И так зарабатывают миллионы людей. Можете переехать с деревни. Вы не знали об этом? Можете взять и переехать в другой город. Не думали никогда? Так многие делают. Моя мама так сделала в 18 лет. Много людей так делают. Если есть решение, решимость иметь, то включите решимость действовать и вперёд. А если ныть? Деревня и что деревня? Половина миллиардеров из деревни, из детских домов. История не про то, где вы. Сегодня эта история вообще не имеет никакого отношения. Сегодня можно сидеть в жопе мира и зарабатывать все такие деньги, что мир содержать. Вопрос, что с вашими мозгами, а не что где вы. А вы обучаете? Я, да, я обучаю. Я провожу марафон «Рерайтер жизни». Это мой главный, ключевой продукт, который позволяет людям посмотреть на свою жизнь несколько с другой стороны и осознать, каким образом та история, о которой все рассказывают, что мы сами создаём свою реальность, мы являемся её вершителями, каким образом наша реальность связана с нашими мыслями. И как, изменяя свои мысли, своё отношение к миру, изменить свою физическую реальность. Вот. Каждый месяц у меня запускается этот марафон. Пожалуйста, приходите. Ссылочка у меня всегда есть в профиле. Так, а я продолжаю лежать на солнышке. Слушайте, ну как здорово полежали. Смотрите, сейчас ещё 15 минут, и у моей дочери закончится тренировка. А у нас с вами ещё эфирчик. По красоте же. Крокодил-дил-дил плывёт. Носорок-рок-рок идёт. Сохраните, пожалуйста, эфир. Ну, посмотрим. Я даже не вижу себя, честно говоря, мне так солнце слепит и кепочка. Стоит ли делиться своими намерениями с другими людьми? Ну, смотрите. Значит, по поводу намерений с другими людьми. Многие люди говорят там, типа, счастье любит тишину, не говори никому о своих планах. Что такое планы вообще? Когда мы что-то с вами желаем, мы, как правило, горим неким желанием, эмоцией такой, типа, как влюбился, вот такое ощущение. Мы с вами излучаем некую энергетическую вибрацию, когда мы с вами счастливы, когда мы с вами влюблены, когда мы с вами о чём-то мечтаем, мы излучаем очень мощную такую энергетическую вибрацию успеха, веры в себя. А то, что мы излучаем, то мы в жизни и притягиваем. Поэтому, исходя из этого, чем больше вы излучаете кайфа, чем больше вы говорите о своих целях, о своих желаниях, чем больше вы и действуете, безусловно, это важно, тем больше вероятность, что вы получите желаемое. Потому что вы будете находиться на вибрационной, такой энергетической, мощной подстанции. Но вы должны понимать, принять для себя, что будут люди, которые, то есть не стоит обсуждать это с людьми, которые вы заведомо знаете, что вас будут гасить. Как правило, это ваши самые близкие люди. Вы приходите домой или к мужу, или к маме, или к кому-то, рассказать ей, ему о том, что вот у вас такая классная идея, и вас начинают тут же гасить. Вот если вы знаете, что эти люди вас гасят, им не надо об этом говорить. Вы должны понять, что другие люди, они другие просто. И они не то, что вас не любят, или в вас не верят, они просто вас всё время пытаются уберечь. И, скорее всего, в их жизненных убеждениях есть такая тема «выше головы не прыгнешь, никуда не лезь», в общем, «тише едешь, дальше будешь» и прочие всякие вещи. И когда вы находитесь в таком окружении, то, конечно, сделать что-то инновационное, новое или какой-то квантовый скачок в своем развитии очень тяжело. Нам нужны единомышленники. Но мы всегда ищем этих единомышленников в кругу людей, своих близких, и очень расстраиваемся, значит, что они нас не поддерживают. И вместо того, чтобы идти и просто делать, мы занимаемся расстройством и обвинениями, что они нас не поддерживают. Вот это важное принятие того, что все люди разные. И, как правило, нас не поддерживают по одной причине. Чаще всего по этой – это то, что они боятся, что у нас не получится и хотят нас защитить, чтобы у нас не было разочарований. Либо второй момент – это зависть. Такое тоже есть, это больше среди друзей распространено. Они боятся, что ты станешь успешнее, что у тебя получится, и тогда они будут себя чувствовать хуже на своем фоне. Поэтому делиться лучше массово, знаете, в социальных сетях делиться, делиться со своими истинными друзьями. Вот у нас на марафоне все делятся своими планами, целями и своими успехами. Знаете, почему? Потому что мы знаем, что успех – это всегда вибрация. И у нас не только все делятся, у нас все остальные. Фишка заключается в том, что когда вы испытываете какую-то радость, эмоцию за себя или за другого, ваш мозг, ваше сознание воспринимает это как свою собственную. То есть неважно, вы радуетесь своей машине или чужой, вы радуетесь тому, что вас повысили на работе или кого-то другого, вы излучаете вибрацию успеха в этот момент. И у нас все страшно любят делиться классным, потому что знают, что все остальные будут тоже радоваться, потому что будут знать, что если они этому радуются, то они качают свою вибрацию успеха. Поэтому я за то, чтобы делиться, я за то, чтобы вдохновлять, я за то, чтобы говорить о своих целях, я за то, чтобы вот эту вибрацию успеха раскачивать. Потому что каждый раз, когда я что-то классным людям рассказываю, они меня только в этом поддерживают, и я чувствую, как у меня становится энергии ещё больше, она приумножается. А вот про вот это в части «любит тишину» это скорее о том, что у вас или А – неправильное окружение, завистническое, либо Б – просто у вас нету сильного классного окружения. Ну вот рерайтер тоже прекрасное место для того, чтобы обзавестись такими друзьями. Так, почему не на все вопросы отвечаете? Про Инстаграм и рекламу я не вижу просто, я отвечаю на те вопросы, которые я вижу. Что если ребёнок, когда проигрывает в какие-то игры, очень сильно расстраивается, причём с папой, более-менее нормально, а со мной прям до слёз, из-за этого даже иногда играть не хочется? Ну, это нормальная реакция на самом деле у ребёнка, важно с ним разговаривать на эту тему и объяснять. У меня тоже такое бывает, когда дети сильно расстраиваются, вот, и важно объяснять, что это игра, что ты учишься, что ничего страшного не произошло сейчас, ты просто сделаешь это ещё раз. То есть просто разговаривать, я тоже с детьми эти темы обсуждаю. Ну, это нормальная, естественная реакция. И я даже иногда радуюсь, что они расстраиваются, потому что есть дети пофигисты, которым в жизни пофиг. Просто важно проговаривать, ты умничка, ты был молодец, это очень классно. Вот, и какие-то вещи дальше обучать. Так, у меня есть лечение к мужчине, мне хочется с ним побыть некоторое время, меня влечёт к нему физически очень сильно, но я знаю, что эти отношения будут ненадолго. Так как он ищет себе одну на всю жизнь, а морально ли это, стоит ли следовать своим капризам, либо стоит держать гордость. А стоит делать так, как вам хочется. Но если вам так сильно хочется, то зачем держать? Ну, сделайте то, что вам хочется. Знаете, я считаю, что жизнь такая не очень длинная, вот, и если чего-то тебе очень сильно хочется, тем более в отношениях, тем более в эмоциях, просто заранее, ну, понимайте, что вы проживёте некие эмоции. И, возможно, это будут мощные качели вверх-вниз. Такое бывает. Не надо себя на это настраивать, но нужно заранее себе сказать, что если это произойдёт, ничего в моей жизни страшного не будет. Вы знаете, я когда вообще переживаю какие-то эмоциональные потрясения любого рода, я себе говорю, я вообще очень эмоциональный человек, очень сильно. Я львица по гороскопу, и меня качают в эмоциях во всём сильно. И я себе каждый раз, когда ловлю себя на мощных эмоциях, говорю, Ольга, как классно, как круто, что ты вот живёшь, что ты ещё всё чувствуешь, что ты не превратилась в робота, что тебе ещё не на всё наплевать, так интересно, так всё классно. Ты можешь сейчас даже по какому-то поводу поплакать. Это классно так, такой кач. Поэтому не то, чтобы я вас толкала, но, вы знаете, я вам точно бы и не запрещала. Где так солнечно? В Киеве, ребятки. В Киеве мы лежим на травке возле школы, ждём детей. Что думаете о справедливости, если она? Ну, о какой справедливости вы говорите? Для меня такое дурное совершенно понятие, справедливо это или нет. Нет, справедливо так, как ты хочешь, ты сам определяешь свой порог справедливости. Что, говорят, заслужил, то и получил, что посеял, то и пожал, поэтому немножко про другое. Так, вы прям два в одном и жёсткость и мягкость. Да, я вообще, мне кажется, я вообще идеальная женщина. Честно вам скажу, я не понимаю, как все мужчины мира ещё за меня не дерутся. Вот честно, мужу рвал, а все остальные не дерутся. Мне кажется, я идеальная, честная. Такая умная, мягкая, сексуальная, красивая, пока ещё подкачанная, сильная. Минутка рекламы. Так, всё, аж всплакнуло. Солнышко, сплёско потекло. Так, 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 так. Как можно избавиться от постоянного, но совсем необоснованного чувства тревоги? Приходите на рерайтер, вы поймёте как. Вчера посмотрела душу и сегодня с опухшим лицом на работе весь день. Ну, зачем вы плакали? Или наоборот, это же такой классный мультик, клёвенький. Так, в Херсоне неделю дожди, но у меня нет. У нас, наконец-то, второй день солнца. Универсальная, ну нет, я всё-таки хочется считать, что я уникальная. Универсальная, это, знаете, как универсальный порошок. Чистит унитазы, умывальники и какие-то другие вещи. У всех львов, наверное, так. Ну, наверное, да, львов вообще такой значок, конечно. Конечно, дерёмся за тебя. Спасибо. Что делать, если начальник тебя вроде бы и ценит, постоянно обращается к тебе и вроде бы не ценит? Нет ни бонусов, ни привилегий. Но если вы считаете себя классным сотрудником, поговорите об этом с начальником. То есть поговорить, сказать, вы знаете, ну как бы для меня вот важно то-то, то-то. Вообще всегда учитесь разговаривать. Начальник – это человек, мужик – это человек, женщина – это человек. Все люди, учитесь разговаривать. Даже если люди вас не сразу же другие воспримут, понимаете, почему многие не воспринимают? Ну, когда вы говорите, у них шок, люди к этому не привыкли. Вот почему многие мои эфиры, люди, вы смотрите, вы вроде бы, я ничего нового вам особо не рассказываю, но шок. Потому что все привыкли врать, а я говорю правду. И некоторые говорят, как вы так резко отвечаете? Ну, вы понимаете, вот правда, она нужна. Вот правда – это хорошая штука, когда вы задаете вопрос. То же самое здесь. Важно поговорить, сказать ему о том, что вы чувствуете. Всегда мы разговариваем не с позиции обвинения «ты козел», а с позиции того, что чувствую я. Так сильно проще. И поговорить об этом. Может быть, вы себя переоцениваете, и он вам скажет, «Вы знаете, ну ты же это не можешь, это не делаешь, это не то, это не все». И вы поймете, что вам нужно доработать. А может быть, вы поймете, что вы себя недооценили просто, и вам необходимо… Точнее, не так, может быть, вы поймете, он поймет, что он вас недооценил и обратит на вас внимание уже по-хорошему. Поэтому по-разному может быть. Так. Так, все в жизни справедливо, каждый получает то, что заслужил по своим эмоциям, поступкам и мыслям. Ну, тут и не нравится такая трансляция, типа каждый получает, это как-то грубо звучит. Так, следите за питанием, но такое, конечно, я пристучу очень многого не ем, и я просто очень жестко не только к людям, но и к себе, поэтому могу себя держать в тонкой форме. Так, чтобы сильно следить, нет, я очень люблю вот все то, что не надо любить, я это и люблю, все эти, в общем, вы в курсе. Ну, просто многие продукты для себя просто исключаю и все, и не ем. Начальник обещает, ничего не меняется, она слышит, ну, значит, уходите, ну, если вы принимаете решение, что вам это не подходит, значит, уходите, ищите себе нового начальника, ищите себе новые условия, если вы считаете, что вы классная, значит, вы найдете себе работу, либо узнаете, что не настолько классная. Ну, то есть, учитесь принимать решение, не плывите, а принимайте. Так, была на рерайтере и в клубе, но никак не получается избавиться от ожидания чего-то неприятного. Что я вам могу сказать по этому поводу, значит, не прорабатываете, не желаете, ну, если вы этого не осознаете уже, либо вы не проработали, либо вы просто не хотите от этого избавляться. Что я вам могу сказать, это как, знаете, вот, я уже все диеты перепробовала, спортом занималась и не похудела. Ну, это ваша ответственность. Вы уже знаете, как это делать, но вы продолжаете по-прежнему делать иначе. Самый популярный запрос в интернете – как похудеть, а ответ самый простой. Вот, здесь ответ не такой простой, но если вы уже работали, если вы на самом деле работали по программе, не просто были, а работали, то, значит, у вас просто есть какое-то свое такое желание не прекращать это. Ведь у нас, понимаете, как знать, как что-то сделать не означает, что мы хотим от этого избавиться. Вот, например, как отношения, да, какие-то абьюзивные. Многие люди понимают, что они находятся в отношениях, в которых не надо находиться, но они не хотят от них уходить. Многие понимают, что они питаются не так, как надо, но они не хотят по-другому питаться. Многие понимают, что алкоголь их убивает, но они не хотят от него отказываться. Так, пожалуйста, это эмоции, мы все люди, не роботы, всегда контролируют свой выброс эмоций, просто нереально. Всегда нереально, но необходимо все равно себя раскладывать. Когда мы понимаем последствия, вот понимаете, это я говорю, как в детстве, когда мне не объясняли, что съеденный торт на ночь или батон вырастет в живот, я его и ела, я просто ела, мне же говорили, ешь, я и ела. Когда ты не разбираешься, какие твои мысли, какие твои поступки, как твоя реакция сегодня негативная повлияет на твой завтрашний день, ты реагируешь на все, когда ты не понимаешь, как то, что ты смотришь телевизор, как то, что ты расстраиваешься, как то, что ты на кого-то кричишь, повлияет на твою же реальность, ты тоже это делаешь. А когда ты улавливаешь эту взаимосвязь, ты уже не хочешь. Вот понимаете, вы же в детстве знали, что и сейчас знаете, что кипяток, руку не надо опускать и что горячую сковородку брать не надо. Вы уже все пробовали, пробовали все, когда говорят, не пей горячий чай. Вы пробовали, обжигали язык и горло, знаете, что это. Вот вы этого не делаете. Вот в жизни люди просто не знают взаимосвязи между своими реакциями и своей реальностью. Когда люди это начинают узнавать, то поэтому очень многие меняются. Когда я понимаю, что сегодняшняя моя какая-то гневная реакция на кого-то завтра в мою жизнь притащит какое-то говно, я думаю, зачем мне вообще на него злиться, господи. Да пусть живет как хочет, и отпускаю его, и не живу этим совершенно. А когда я этого не знаю, то, конечно, живу как умею. Спасибо, Андрей. Как вести себя на собеседовании в желаемой компании? Ребят, я уже не занимаюсь бизнес-темами, мне не очень просто интересно на эти темы отвечать. Поэтому, сори. Какие продукты не едите? Ну, я практически не ем никаких каш, кроме гречки. Вот, практически не ем суши. Очень люблю, но не ем. Не ем жирного мяса. Вообще мяса мало ем. Ну, как-то последнее время не очень сильно в нем нуждаюсь. Вообще ничего не люблю жирного, в принципе. Никогда не любила. Чего я еще не ем? Мед не ем. Ну, то есть это скорее какой-то такой мой избранный набор. Ну, вот вы никогда не увидите меня там с картошкой и с чем-то таким. Хотя я очень люблю картошку, но я ее никогда не заказываю, не покупаю. И, в общем-то... Ну, короче, я больше люблю какие-то такие простые продукты, легкие. Я обожаю супы, например, легкие, именно легкие. Никогда ничего не ем наваристого, вот такое нет. То есть мне надо, чтобы все очень просто переваривалось. Просто и быстро. А вон моя подружка и зайдет. Так, ну что, ребят, давайте заканчивать. Я пойду понесу коврик и буду встречать своего ребенка. Всем спасибо большое за эфир. Мы с вами классно позагорали на солнышке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok